МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа «Территория спорта». Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Искусство целится. Кем и чем гордится региональная федерация дартса? От классического марафона до айронмен. История спортсмена-любителя Дмитрия Кочнева. Долгожданный 50-метровый бассейн. Когда сдача объекта, расскажет министр спорта Удмуртий. И сначала, как всегда, коротко о событиях последних дней. Вновь отличились. Ушуисты-воспитанники Ижевской школы единопорств на международных онлайн-соревнованиях хоумфайта выиграли 11 наград. Три из них золотые. На счету Линара Багауддинова, Вероники Микрюковой и Александра Глебова. Стали победителями международной матчевой онлайн-встречи «Россия-Иран» два воспитанника Федерации Дартсут-Муртии. Тимур Тухатуллин и Егор Митрюков. Выступали ребята в составе национальной команды среди юношей и девушек до 18 лет. Итоговый счет встречи 9-7 в пользу россиян. Наш земляк Павел Наговицын принял участие в томском международном онлайн-марафоне, на старт которого заявилось более 700 человек. В течение пяти дней его участникам надо было преодолеть дистанцию классического марафона, а это 42 километра 195 метров. Наговицын в итоге занял второе место. Победителем марафона стал Илья Тяпкин из Кыргызстана. Первый турнир по большому настольному хоккею «Настольник» прошел в Ижевске. Золото выиграла команда «Столичный» и представляющая индустриальный район. Серебро и бронза у команд «Метеор» и «Дубрава» из Устиновского и Ленинского районов города. Отметили день города на спортивных площадках. Представители Федерации функционального многоборья Удмуртии провели открытую тренировку. Занятие длилось 45 минут. Нагрузку все получили хорошую, но больше всего эмоций. Меткость, как у стрелка, хладнокровие, как у киллера, счет, как у математического гения. Чем привлекает сегодня поклонников дартс? В чем секрет его популярности? И кто из наших земляков уже прославил Удмуртию на весь мир? В чем прелесть дартса? В него могут играть все. Ограничений никаких нет. Для занятий не нужно больших денежных вложений. Мишень и три дротика. И, пожалуйста, играй. И играют и стар, и млад. В городах и районах республики. Очень хорошо развивается в Шелтинском районе, в Завьяловском районе, в Откинске, в Глазове, в Сарапуле. Кизнерский район хорошо развивает дартс. У них как бы для массового развития дартс очень хорошо поставлено. Сегодня дартс включен в программу сельских спортивных игр, республиканских спартакиад. Проводится в Ижевске десятки стартов, в том числе и чемпионаты страны. И наша спортсменка Марина Кононова девять раз его выигрывала. Становилась она дважды и чемпионкой Европы, а также обладательницей Кубка мира. В копилке и ее подруги по команде Натальи Фефиловой. Тоже пять золотых наград с национального первенства. Здесь как бы тоже вот такой адреналин всегда присутствует. И надо уметь себя сдерживать, чтобы эмоции тебя не переполнили. И все-таки ты чувствовал игру. Если тебя эмоции захватывают, игра пропадает. На Кононову и Фефилову сегодня равняется молодежь. Тренируются они по два раза в день. И в зале, и на стадионе. Говорят, в дарте нужна психологическая устойчивость и отменная физподготовка. На соревнованиях им приходится стоять на ногах по шесть-семь часов. Уметь быть спокойным, мобилизовать себя около рубежа мишени и достичь таких же достижений, как Марина Николаевна. У этих ребят уже есть большие успехи и способствовало этому открытию отделения дарца в 5-й ижевской спортшколе. В списках сборной России среди детей у нас числится 9 человек. 9. Это хороший показатель. И молодежь, которым нашим детям вообще 12-13 лет, они ходят в состав сборной и играют до 18 лет. Одна из молодых и самых перспективных спортсменок Арины Харитонова. Победительница первенства Европы. Мечтающая стать лучшей и в мире. Это же, конечно, показать себя в мире. Не то, что вот именно сейчас выиграть чемпионат мира, а вот то, что вот через лет 50 меня помнили. Именно помнили мою фамилию. Именно помнили, кто я была и кем я смогла стать в этом спорте. Помогает ребятам достичь высоких результатов их тренер Сергей Полушкин. Воспитанники его обожают. Он и наставник, и отец, и просто друг, который может дать дельный совет, поддержать трудную минуту, преободрить и на победу вдохновить. Причем не только в спорте. Ну, я думаю, что, во-первых, мы развиваемся как больше морально, как бы психологически, мы устойчивы, мы можем себя контролировать, мы можем понимать, что такое стресс и как его преодолевать, и как ценить людей, с которыми ты играешь, ценить соперника. Мечта наставников и спортсменов – иметь свой дом. Центр игры в дартс. Они надеются, она осуществится. А пока тренировки и подготовка к национальным первенствам и международным стартам. В июне следующего года в Испании пройдет чемпионат Европы. По земле, по воде, на колесах. Свой первый айронмен Дмитрий Кочнев преодолел 7 лет назад. А это ни много ни мало 4 километра. Плавание – 180 велогонки и 42 марафона. Справился он успешно и с такой мультигонкой, как «Сайбермен». Ее протяженность – 515 километров. К чему еще стремится спортсмен-любитель? Какие вызовы придумал для себя? Расскажем. Нужно сделать сегодня, чтобы изменить завтра. Под таким девизом живет Дмитрий Кочнев. Каждый свободный вечер вот уже на протяжении 20 лет он проводит или в парке, или на стадионе, или в зале. Диван, домашние тапочки и телевизор его не устраивают. Кстати, такой активный отдых он советует всем. Это позволяет людям какой-то выход энергии, не копиться злоба, получать удовольствие от общения с природой. Кочнев вот уже много лет дружит с триатлоном, увлек его этим видом Вячеслав Ичужанин, который в 80-х начал развивать в Узмуртии этот экзотический спорт. Дмитрий уже преодолел дистанцию «Айронмен» в 2013-м в Цюрике. После финиша, вспоминает, была тогда только пустота. Пустота. Что стремление, к чему я стремился, закончилось. И вопрос был уже через несколько времени, через несколько дней, что дальше. А дальше были «Сайпермен» протяженностью 515 километров, классические и ультрамарафоны, вертикальные забеги. Был в его практике и многодневный велопробег. Самый запоминающийся маршрут был в 2009 году по Кавказу. К сожалению, нас тоже тогда подвела погода. На перевалах была 5 метров снега. А на велосипеде. Как правило, триатлонисты – люди многогранные. Вот и Кочнев такой. Влечений очень много. Интересуюсь минералами, драгоценными, полудрагоценными. Изготавливаю интересные изделия. Это для себя, для души. А еще Дмитрий тренирует. Одна из его воспитанниц – Гузель Салихова. Подтянутая, сильная, уверенная в себе девушка. Осенью этого года она решила принять участие в первом для себя полумарафоне. А со временем Гузель попробует силы и в триатлоне. А пока осваивает велосипед вместе с наставником Дмитрием Кочневым. Именно он вдохновляет ее на эти спортивные подвиги. Целеустремленный, стильный, умный, толерантный, харизматичный. Вот такой он, Дмитрий Кочнев, спортсмен-любитель и тренер. От своей работы получает только удовольствие. В отличной спортивной форме и он, и его воспитанники. Долгожданный 50-метровый бассейн в Ижевске. А вернее, современный спортивный комплекс. Заниматься в нем смогут и пловцы-профессионалы, и малыши с пенсионерами, и люди с ограничениями здоровья. Места хватит всем. Когда запланирована сдача объекта и как идет его строительство, расскажет Александр Варшавский. Дорогие друзья, мы с вами сейчас находимся на стройке нашего долгожданного 50-метрового бассейна. Это станет жемчужина нашего удмуртского ижевского спорта. 50 метров бассейн. Мы ждали его очень много лет. Еще Виктор Петрович Петухов сказал, что в Ижевске обязательно должен быть 50-метровый бассейн. Сейчас пришло время, и Александр Владимирович Бричалов объявил голосование за лучшее название на этот бассейн. Прошу вас, оставляйте свои комментарии под постом Александра Владимировича. Что здесь будет? Во-первых, конечно, это будет база для школы Олимпийского резерва. Та самая школа Олимпийского резерва, которая воспитывает наших чемпионов. Тех ребят, которые на длинной воде, на короткой воде показывают замечательные результаты. Одно, чего стоят результаты Большакова. Конечно, мы им очень гордимся. Но я уверен, что таких людей, как Большаков, у нас будут еще десятки. Если мы их поддержим, если вы отдадите своих детей плавать, если появятся такие дети, которые станут настолько воодушевлены, как и Виктор Петрович, как и его последователи, чтобы поднять удмуртское плавание, российское плавание на недосягаемую высоту. Что здесь будет? Здесь будет несколько спортивных залов. А вы знаете, что для пловцов нужна не только вода, но и залы сухого плавания. Будет две чаши. Чаша малая, чаша большая. Малой чашей учатся маленькие дети плавать. Большой чашей спортсмены. Большая чаша будет иметь возможность разделиться на две части. С тем, что можно было проводить отдельно соревнования еще и по 25. Но в некоторых случаях это нам нужно будет. Там вот, посмотрите, вот это вот место для трибун. Это будут трибуны. Там будут судьи. Тут много всего будет интересного. И будет рекреационная зона, там, где будут работать доктора, массажисты. Будет кафе. Будет продаваться что-то нужное и полезное для спорта. Ждем второй квартал 2021 года. Пока мы знаем именно эту дату. Я надеюсь, что она будет соблюдена. Как вы видите, строители работают. Очень скоро, в течение, я думаю, недели, начнут ставить фермы. Это основа для арки. Закроют это все крышей. И, в общем, будет прямо вот уже близко-близко к концу. Дорогие любители спорта, готовьтесь к открытию нового бассейна. Учитесь плавать. Чтобы попасть сюда, в школу Олимпийского резерва, надо пройти специальный экзамен, специальные тесты. Поэтому сейчас, когда уже открылись бассейны, тренируйтесь, серьезно относитесь к своим занятиям. Воля к победе, упорство, каждодневный труд. И вы обязательно попадете в этот новый бассейн и будете тренироваться, чтобы поставить новые рекорды. Всего хорошего. Я с вами тоже на этом прощаюсь. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова